В вашей и моей жизни есть нужды, восполнить которые может лишь Отец. В сегодняшнем выпуске передачи «Узнавая еврейского Иисуса» мы поговорим о тех нуждах, восполнить которые может лишь Отец. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог-Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Спасибо вам и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Пусть Бог благословит вас и шалом, возлюбленные. Меня зовут мессианский Равин Керт Шнайдер. Добро пожаловать на этот выпуск передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Мы проходим важный цикл, который называется «Кто такой Отец?». Через этот цикл я хочу передать вам с помощью Духа Святого и Слова Божьего, как сильно Отец любит вас. Папа любит вас. Он хочет, чтобы мы смотрели на Себя, как на Его сыновей и дочерей. Он хочет, чтобы мы видели Его в славе. Он также хочет, чтобы мы смотрели на Себя, как на Его сыновей и дочерей. Знаете, глубоко внутри у нас есть нужда познать Бога, как Папу и Отца. Потому что мы берем свою личность у Отцов. Вот почему в библейских генеалогиях мы всегда видим имена Отцов. Например, давайте откроем Луки 3, 38. «Еносов, Сифов, Адамов, Божий». Каждый раз, когда мы видим кого-то в Библии, мы всегда видим связь этого человека с его Отцом. Именно через Отца мы начинаем осознавать себя, осознавать свою судьбу. В юности у меня был физический Отец, и Он был хорошим Отцом во многих аспектах. Я многое принял от Него. Я не стал бы тем, кем являюсь сегодня, если бы Господь не вкладывал в мою жизнь через моего земного Отца. Но внутри я нуждался в чем-то большем. И это касается всех нас. Даже если у вас был хороший Отец, вы все равно нуждались в большем. Вы все равно нуждались в большем. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы не называли никого Отцом. Это не значит, что мы не должны почитать Отца и Мать. Мы называем Своих земных Отцов Отцами. Но Иисус хотел, чтобы мы поняли, что нам нужно отождествлять себя с Небесным Отцом, потому что только так мы можем принять полноту того, что дают отношения с Отцом. Вот почему Иисус сказал, когда будете молиться, молитесь так. Отче наш, сущий на небесах. Если посмотреть на Иисуса, особенно на Его общение с Отцом, то увидим, что Его главной целью были взаимоотношения и желание угодить Отцу. Отец главнее всего. Мы продолжим с того, на чем закончили на прошлой неделе, и попытаемся понять, что делает Отец. Я говорил о тех, у кого Отец был рядом. Но я знаю, что многие и многие выросли без Отцов. Бог Отец хочет, чтобы вы познали Его как Отца. Он даст вам то, что вы не могли получить от земного Отца. Если вы выросли без Отца, знайте, Бог Отец хочет прийти в вашу жизнь и наполнить вас любовью во имя Иисуса. Без Отца мы изолированы. Без отношений с Отцом мы одиноки. Вот почему я рассказывал, что в древние времена, когда ребенок рос в доме без Отца, его считали сиротой. Только через взаимоотношения с Отцом мы перестаем чувствовать себя одинокими. Вот почему Иисус перед Вознесением сказал, «Я не оставлю вас одних». Он собирался дать нам откровения об Отце через Святой Дух. Я хочу, чтобы мы лучше поняли те вещи, которые дает Отец. Так что же такое может дать Отец, чего нет у других? В прошлый раз мы говорили о том, что Отец — источник жизни. Отец создал словом небо и землю через Сына Иисуса. Так и мы принимаем жизнь через Отца. Если посмотреть на библейскую генеалогию, то мы увидим, что через семя мужа, отца, открывается сущность ребенка. Мать носит ребенка, питает его, но именно мужское семя создает его. Отцы дают нам жизнь. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Я советую вам посмотреть весь цикл. Во-вторых, мы говорили о том, что отцы защищают. Когда ребенок нуждается в пище, он бежит к маме. Но когда ребенок нуждается в защите, он бежит к отцу. Отцы защищают. На прошлой неделе я много говорил об этом. И я советую вам заказать этот цикл. Я хочу, чтобы сегодня мы попытались лучше понять, что мы можем получить от отца. Что Бог Отец хочет открыть нам? Возлюбленные, отцы наказывают. Я видел крайне мало христиан, которые просят отца наказать их. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог Отец наказывал меня. Библия говорит нам, что если Отец наказывает нас, то нас ждет мирный плод праведности. Это очень важно. Нам нужно наказание отца. Обычно наказывают именно отцы. Я понимаю, что так бывает не всегда. Но если семья построена на традиционной библейской модели, наказывают именно отцы. Давайте посмотрим на это в послании к евреям. Я хочу прочитать вам Евреям 12, 5. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». Что говорит автор? «Сын мой». Когда я говорю о сыновьях, то не имею в виду только мужчин, но и женщин. Мы читаем во втором Коринфянам 6, 18. Бог говорит, «Я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями», говорит Господь Вседержитель. Когда я использую слово «сын», то вы, дочери Господа, должны понимать, что эти слова касаются и вас. Для облегчения понимания, Библию написали в мужском роде. Давайте вернемся к евреям 12, 5. «Сын мой и дочь моя, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». Опять же, наказание от Отца — это дар. Господь говорит «Сын мой», он обращается к своим детям. Давайте продолжим читать 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына и дочь». «Которого принимают». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» «Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Мы видим, что одна из главных функций Отца — это наказание. И я продолжу говорить об этом после того, как мы прочитаем Писание. Это очень важно. Мы должны желать наказания Отца. Возлюбленные, я всегда говорю прямо. Мирское телевидение отличается от христианского. Мирские телесети показывают свои передачи благодаря деньгам, которые они зарабатывают на рекламе. Но на христианских телеканалах люди вроде меня должны платить за выход в эфир, за передачу. Я выпускаю передачи лишь благодаря зрителям, которые поддерживают меня. Без вас мне не сделать этого. Если вы хотите стать партнером Иисуса в строительстве Его Царства на земле, сейте свои финансы через передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Выслушайте меня. Тора говорит нам во второзаконии 14, 22 и 23, что если у нас есть страх Божий, то мы должны почитать его своими финансами. Если эта передача стала для вас благословением, если вы не сеете в другие места, то я хотел бы попросить вас о помощи. Если вы поступите так, то почтите Господа, станете частью строительства Его Царства и получите благословение благодаря любви, которую выразили в делах. Я люблю вас. Пусть Бог благословит вас. Шалом. А теперь давайте вернемся к сегодняшнему выпуску. Давайте продолжим читать. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те, наши земные отцы, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Я благодарен, что у меня есть Отец, который наказывает. Я расскажу вам, почему это так важно. Когда вы начинаете уходить в сторону, и никто не наказывает вас, вы уходите все дальше и дальше, теряя благословение. Отец не благословит нас, когда мы сошли с пути. Отец благословит нас, когда мы идем по пути. И так как Папа очень любит нас, Он накажет вас, чтобы вы вернулись на путь и получили благословение. Послушайте, что написано. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Наказание дает нам безопасность. Ведь когда мы знаем, что у нас есть Отец, который накажет нас и справит нас, если мы зайдем за рамки, мы обретаем уверенность внутри. То же самое касается и отношений детей с земными родителями. Дети, которых земные родители не наказывают, не чувствуют безопасности, потому что не знают границ. А дети, которые выросли в домах, где Отец ставил границы, уверены в себе. Я советую вам поступать, как я. Просите Отца наказывать вас, ведь когда Он наказывает вас, это позволяет вам идти вперед, углубляться в Нем и переживать Его полноту и благословение. Отец любит вас так сильно, что будет наказывать вас. Это должно придать вам уверенность. Что еще делает Отец? Отцы также являются главными учителями дома. Поймите меня правильно, я не пытаюсь уменьшить роль матерей. Бог является мужчиной и женщиной. Я уважаю женщин. Бог объединяет в себе мужчин и женщин. Писание говорит о Боге в мужском роде, но в Отце скрыта и женская часть. В прошлом выпуске я говорил, что когда Господь явил Себя Моисею, то сказал, «Я Яхве, Бог сострадательный и милостивый». На иврите — это слово в женском роде. Я использую мужской род, но в нем также есть и женский. Я просто делаю ударение на отцах. Я хочу сказать женщинам, я преклоняюсь перед вами и почитаю вас. Я люблю вас. Я не знаю, что бы я делал без своей жены. Я не смог бы достичь всего этого, что есть у меня сейчас, без нее. Я хочу сказать женщинам, хоть я сосредотачиваюсь на отце, я также уважаю женскую природу Бога. Он создал нас по образу своему, мужчину и женщину. И я хочу сказать прекрасным дочерям Божьим. В Бытие, в первой и второй главе, мы видим, как Бог начинает с растений и переходит к животным. Каждый день сложность творения возрастала. Сначала растения, затем рыбы, затем животные, и с каждым днем сложность Божьего творения все возрастала и возрастала. Знаете, кого последним создал Бог? Кого последним создал Бог? Женщину. Он взял ребро и создал женщину. Я хочу сказать женщинам, вы — последнее творение Божье. И это говорит о том, что вы — самое удивительное творение на земле. Я вижу это в чувствительности к Богу и Духу Святому в вас. Я хочу, чтобы вы понимали, что я люблю вас. В Иешуа нет дискриминации по половому признаку. Мы равны в чести и Божьей славе. Я говорю об Отце. Когда у вас дома сильный отец, то он берет на себя роль священника, который покрывает весь дом. Он является главным учителем в определенных аспектах, которые помогут его детям приготовиться к встрече с миром. Иными словами, в доме, где между мужем и женой хорошие взаимоотношения, есть определенные вещи, которыми занимается жена. Обычно жена питает, а мужья воспитывают и учат. Для примера, в традиционной модели отец готовит детей к встрече с миром. Он учит их таким вещам, как финансы. Мы знаем, что отец, муж должен быть главным священником дома, который обучает и наставляет детей на Божьих путях. Знаете, Господь сказал, что учит всех своих сыновей и дочерей. Отец учит детей и сыновей. Я прочитаю вам из Иоанна 6, 45. Иисус сказал, «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Я хочу ободрить вас сегодня. Просите Отца наказывать и обучать вас». Это не просто проповедь. Это послание призвано побудить вас к молитве. Вот почему. Я не могу открывать вам Отца. Только Отец может открыть вам Себя. И Он открывает Себя через Своего Сына. Иисус сказал, «Никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын откроет». Иисус также сказал, «Просите и получите». Если мы просим у Отца по воле Его, то Он услышит и ответит нам, «Вы должны знать». Отец хотел спасти вас для того, чтобы вы познали Его. В этом суть Евангелия. Он послал Своего Сына, чтобы спасти вас и привести к Себе. Спасение — это не попасть на небеса. Суть спасения — в познании Отца. Иисус сказал, «В доме Отца Моего обителей много». Иисус сказал, что Отец ищет тех, кто будет поклоняться Ему в Духе и Истине. И Ишуа учил, чтобы мы начинали молиться со слов «Отче наш». Суть всего этого в том, чтобы вы познали Папу, Аву Отца, получили откровение о Его любви к вам. Тогда вы увидите Отца таким, какой Он есть на самом деле, и поймете, что вы Его дитя. Вы Его сын или дочь. Если вы мужчина, Бог хочет укрепить вас в силе. Если вы женщина, Отец хочет показать вам, насколько вы прекрасны. Вы славная Дочь Божья. Вы прекрасны. Не имеет значения высокие вы или низкие, худые или полные. Каждая Дочь Божья прекрасна. Мы даже не представляем, насколько мы прекрасны и сильны. Библия говорит, чтобы мы молились для того, чтобы понять богатство, славы, наследие Бога, Отца в нас. У вас есть нечто особенное, нечто невероятное. Все это находится внутри, а единственный способ получить откровение об этом, это получить откровение об Отце, о Его любви к вам, и о том, кем вы являетесь в Нем, в Иисусе. Пусть эти слова побудят вас стать на колени и попросить Отца открыть себя вам. Бог Отец, во имя Иешуа, я прошу тебя, через твоего Сына Иисуса, открой свою любовь сыновьям и дочерям, которые слушают меня сейчас. Отче, Твое Слово говорит, что Ты послал Своего Сына, чтобы приблизить нас к Себе. Иисус, Ты стучишься в двери наших сердец. Мы просим Тебя войти прямо сейчас и открыть нам Отца. Отче, открой нам новое измерение познания Твоей любви к нам. Дай нам глаза, которые будут видеть. Помоги нам увидеть в Тебе то, что мы должны увидеть в Тебе. Пусть все сферы, в которых мы ощущаем нехватку, восполнятся. Отче, помоги нам понять, как сильна Твоя любовь к каждому сыну и дочери, которые слушают меня прямо сейчас. Пусть каждый человек знает, как велика Твоя любовь к ним лично, отдельно и конкретно. Папа, во имя Иисуса, я сам стучусь в двери сердца. Открой мне свою любовь, Папа, и позволь увидеть Твою славу. Павел учил нас, что Ветхий Завет был написан для нас, верующих в Иисуса, живущих в последние времена. Ветхий Завет рассказывает нам о том, что Бог Отец сказал детям Израилевым принести десятины в место, которое Он избрал для них. Если Бог Отец использует передачу «Узнавая еврейского Иисуса» для провозглашения Своего имени и Царства в вашей жизни, то я хочу попросить вас сделать пожертвование Богу через нашу передачу. Писание говорит, что мы должны финансово поддерживать служения, которые питают нас. Я хочу поблагодарить вас за поддержку. Если вы будете послушны Господу, Отец благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, поделитесь ей с нами. Посетите нас по адресу, который вы видите на экране, и нажмите на вкладку «Свидетельства». Равин учил о том, что грех и непрощение могут привести к тому, что нас, христиан, будут мучить бесы. У меня долгое время были проблемы с этим, и я не знала, что делать. Когда Равин говорил и молился, я ощутила прикосновение. Я стала на колени и попросила Бога помочь мне простить других, сосредоточившись на кресте. Во время молитвы чувство тягости покинуло меня. Я получила освобождение. Слава Господу! Мы рады, что вы присоединились к нам сегодня. Мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Мы также хотим благодарить вас за финансовую и молитвенную поддержку. Поддерживая нашу передачу, вы становитесь партнером Господа в строительстве Его Царства. Спасибо, и пусть Господь и зальет в вашу жизнь обильные благословения, когда вы сотрудничаете с нами. Будьте благословенны! Слава Господу! Возлюбленные, в завершении этого выпуска я хочу высвободить благословение Отца на вашу жизнь. В числах 6, 24, 26 Бог сказал Моисею, что если эти слова будут провозглашаться над его народом, то его имя будет на них, как и его благословение. Ви-ху-не-еха Иса-я-ве-пана-вей-ле-ха Вей-а-сем-ле-ха Господь благословит вас и сохранит вас. Господь презрит на вас лицом своим и помилует. Господь обратит к вам лицо свое и даст вам свой мир. Возможно, вы смотрели сегодняшний выпуск и ощущали, что Иисус стучится в двери вашего сердца, и вы никогда не приглашали его в свою жизнь, но хотели бы сделать это сейчас. Просто повторяйте за мной. Скажите, «Господь Иисус, я верю, что Ты пришел и умер за мои грехи. Я принимаю Тебя в свою жизнь прямо сейчас. Спасибо за то, что Ты умер за мои грехи, занял мое место на кресте. Приди и живи внутри меня. Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь». Если вы только что впервые приняли Иисуса, расскажите нам об этом. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом! На следующей неделе мы рассмотрим теологические корни того, что случилось, когда Адама и Еву выгнали из Эдемского сада после грехопадения, и как Иисус пришел, чтобы вернуть нас назад, чтобы мы больше не были сиротами. Не пропустите наш следующий выпуск. Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем. Верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».